Я анонсирую начало нашего семинара очередного. Алексей Алексеевич Саганенко сделает доклад, сообщение по поводу проблемы под названием «Двумерный мир поверхности в свете инфракрасной спектроскопии». Профессор физического факультета, заведующий кафедрой общей физики. Научная работа его ведется на кафедре фотоники. Алексей Алексеевич известный специалист в области инфракрасной спектроскопии. Его работы активно цитируются в мире. Но его научные интересы будут представлены в докладе. Пожалуйста, мое отношение еще личное усиливается тем положительное, что мой сын и мой внук учились на этой кафедре, именно на кафедре фотоники, именно у Алексея Алексеевича. Так что вот я с оптимизмом жду его в новой роли, председателя, руководителя семинара физического факультета, а сегодня в качестве докладчика. Пожалуйста, Алексей Алексеевич. Спасибо. Ваня здесь представил, но опыт показывает, что тут как-то нам заинтересовать. Но это не совсем сказки. Действительно двумерный мир поверхности, если на нас из четвертого измерения посмотреть, то мы оказались бы все плоские. Но когда мы смотрим на поверхность, там, оказывается, тоже идет своя жизнь, и очень своеобразная, я бы сказал, увлекательная. Вот мне попалась книжка, когда-то Сергей Горьевич Слюсарев, он вел у нас семинары по физике, и он рекомендовал книжку Дебура «Динамический характер ассорбции», где тот сравнивал мир ассорбированных молекул с пчелиным роем. Очень образно, если кто-то наблюдал, как пчелы ползают и собираются в клубки, то это действительно напоминает то, что происходит на поверхности. Я расскажу немножко об истории, о технике исследования. Потом он гидроксильные группы поверхности, это в любом случае первый объект, который еще интересовал Александра Николаевича Теренина, в измерении связывания, латеральное взаимодействие, ну и чуть-чуть другое, и перспективы, наконец. Вообще история началась в Институте физики, который сейчас стоит в растерзанном состоянии. Это здание, я думаю, все узнают. Там работал Теренин, там мне довелось начинать, и в частности с ним встречаться. Александр Николаевич Теренин вообще знаменит тем, что он для меня, по крайней мере, не только своим охватом большого количества всяких разных областей знания, но тем, что он опубликовал еще в 1940 году, вот тут, может быть, плохо видно год, работа по оптическим исследованиям на активированной адсорбции. Он там, в частности, показывал спектры, которые были показаны им вместе, получены вместе с Карпом Каспаровым, его аспирантов, который трагически погиб во время нацепления немцев под Гатчиной, отражает, он там артиллеристом был. Но так или иначе, они успели еще до войны получить первые спектры. Это было почти на 15 лет до того, как в Соединенных Штатах Роберт Айшинс, он начал тоже опубликовать свою первую работу на эту тему. Как такое стало возможным? Я долго думал на эту тему, но вот недавно я встретил Глебовского, он рассказывал, как Екатерина Александровна Глебовская, руководитель группы спектроскопии в Негри, применение спектроскопии к нефтехимии, она развивала, как она ездила на Украину для того, чтобы слазить там в соляную шахту, добыть оттуда кусок каменной соли, чтобы сделать призму для инфракрасного спектрометра. Это было как раз время, когда приборы еще не производились. И вот Ярославский, который под руководством Теренина защищал диссертацию, обложка которой здесь показана, титульный лист, то есть, он в частности сконструировал прибор, устройство которого здесь показано, это все самоделки. То есть, вот за счет чего можно было так опередить мировую общественность, это за счет того, что все делалось самими. Лучше на пластилине, но зато лишь бы работало получить первые результаты, а там, значит, уже ровно все. Вот, и, значит, потом, ну, как я уже упомянул, Роберт Айшинс меня довелось его встретить на конференции, как-то уже старенького совсем, незадолго до его кончины. Он, конечно, очень много чего сделал интересного, но, тем не менее, он оказался не совсем первым, как тут написано, вот. Потом Норман Шепард продолжил эти исследования в Великобритании, член Калифовского общества, тоже опубликовал очень интересные работы, которые мы частично используем тоже в своих исследованиях. Он, вот, в частности, написал о поверхностном правиле отбора, когда на поверхности металлов, там, ну, не совсем, молекулы, в зависимости от ориентации, она по-разному поглощает инфракрасный свет, вот. И мне, я был, мне повезло, скажем так, 15 лет работать под руководством Вадима Николаевича Филимонова, к сожалению, очень рано ушедшего, вот. Он был, собственно, после Теренина, он создал группу ИК-спектроскопии, где, вот, я долго работал с ним, а потом, значит, до сих пор продолжаю без него. Он был первым, кто исследовал, в частности, фотохимию методом ИК-спектроскопии, фотокалитические превращения на поверхности оксида титана. Здесь показаны некоторые, вот, из его первых спектров, полученных таким способом. И, если говорить о трудностях, которые, вот, на которые натыкаемся мы при этом исследовании, то, работая с прессованными порошками, поначалу порошки просто пытались как-то намазывать, наносить какие-то на поверхность подложки, вот. Лучше все было с прессованными, они меньше рассеивают, но все-таки они рассеивают. И спектр получаемый является комбинацией того, что, вот, тут я попробовал изобразить, если чистый спектр поглощения этого двуковка К, рассеяние, оно вблизи сильных полос поглощения ведет себя вот таким вот образом. Такая диспрессионная кривая получается. А мы видим комбинацию этого, того и другого. И в результате возникает такая трудность, с которой бороться можно, например, вот таким способом. Регистрировать спектр как раз рассеянного или отклоненного света. Если ввести вот так в прибор два таких экранчика, загородить свет, проходящий напрямую, и оставить только тот, который отклоняется, то мы получаем спектр. Ну вот здесь он показан на самом верху, теряется очень много света, поэтому там вот то, что пишется как абсорбент, действительно получается около тройки. Не очень удобно, но зато можно восстановить истинный спектр в поглощении. Вот он не имеет ничего общего с тем, что записывает прибор в виде этой комбинации. Еще лучше получилась эта вот работа Рома Новикова, когда образец вот это оксид, диоксид углерода ассорбирован на циолите, очень сильно рассеивающий объект получается. Вот и при больших заполнениях, там вот по той же самой причине мы видим вместо нормального спектра, получаем какую-то замысловатую кривую, но если погрузить этот образец, вот мне никак мышку было не вытащить, в жидкий кислород в качестве иммерсионной среды, то получается спектр, когда комбинируя его с обычно полученным спектром, мы можем восстановить истинный спектр поглощения, где наблюдается вот такая группа полос, которая свидетельствует о сильном взаимодействии между молекулами. Если покрытие небольшое, взаимодействия нет, то можно наблюдать вот такую более-менее одну полосу, а при больших заполнениях я расскажу немножко попозже об этом явлении. Теперь, если наоборот снимать, но это уже не наша работа, мне интересно было сравнить наши спектры с тем, что получают люди, которые работают вот с промышленными кюветами, приспособленными для записи спектра диффузного рассеяния. Там как раз получается свет, где регистрируется именно рассеянный, и вот как вы сейчас можете видеть, у них наоборот, то, что у нас пропадает, у них появляется в качестве, скажем, лишней интенсивности. И вот вы видите, что здесь наоборот вместо ямы, как бы полосы пропускания со стороны высоких частот, как у нас, а у них-то со стороны низких частот. Ну вот в одном докладе я это не так давно слышал. Теперь, если рассеяние происходит в двухкомпонентных смесях, недавно мы наткнулись, вот работая с Мариной Герман Шеляпиной, мы наткнулись на такое явление, как вот в дырке, мы поначалу думали, что это дырки Эванса. Вот. И так опять, мне не вызвать мышку. Вот. В спектре вместо того, чтобы наблюдать обычный спектр с двумя полосами, получаются ямы, которые, как выяснилось, наблюдаются на краю полос поглощения минерала антлерита, который там оказывается. И вот по нашему предположению, поскольку если мы просто смешаем два вещества, мы не получаем никаких аномалий, которые бывают в спектре вот отдельно приготовленного с микроволновой тренировкой образца, то, что нам Марина Герман предоставила. Так вот, оказалось, что, например, если погрузить этот образец в жидкий кислород, вот как вы тут видите, полосы действительно смещаются, то есть образец у нас весь купается в жидком кислороде, вот гидроксила, они все съехали. Но вот этим дыркам ничего не делается, то есть непосредственно растение происходит не на внешней поверхности, а, судя по всему, на границе раздела между антлеритом и циолитом. Такие вот бывают чудеса, мы долго думали, но вот в конце концов определили, в чем тут дело. Ну, теперь о технике. Техника, которой мы сейчас пользуемся, это почти все на базе кювета, которая была создана еще в 70-е годы для записи спектров в широком диапазоне температур. Если откачивать, например, жидкий азот из охлаждающего объема, но это сосуд дюара, где, по сути дела, есть теплоизолирующая вакуумная рубашка, а если качать азот, можно получить твердый азот и даже ниже, и можно вместо азота наливать сюда кипяточек, если хотим, или продувать горячим воздухом. Короче говоря, мы не ограничены работой в привычной нам в комнатной температуре. Если надо, то можно эту кювету снабдить устройством для напыления пленок дисперсной воды, то есть дисперсный лед получается, когда пары воды охлаждаются в окнах кюветы, и можно исследовать отсорбцию на них. При желании можно еще труднолетущие вещества с помощью вот такого устройства загонять на образец, потом разбивать перегородку, засовывать в рамку и далее, как обычно. То есть можно использовать по-разному. Даже можно работать при температуре жидкого гелия с помощью вот такой кюветы, которая вот у нас тоже была разработана, и тут, например, получили спектр водорода, адсорбированного на поверхности СИУ-2, но такая своеобразная водородная связь с молекулярным водородом. В последнее время, вот с участием Тимура Аминева, теперь аспиранта, была создана кювета с четырьмя окнами, и вот с ее помощью можно при низкой температуре, охлаждая образец или загоняя его в какой-то газ, там, например, там, фотоокисление можно в кислороде проводить или в чем мы хотим, вот можно светить туда инфракрасным лазером и так далее. То есть дополнительное окно позволяет, прямо не вынимая прибор из, кювет из прибора, записывать в спектре, смотреть, следить за изменениями спектра и даже снимать, скажем, спектр люминесценции, можно с ее помощью, мы это пробовали. Когда-то была разработана вот такая кювета, которая тоже позволяла ввести обработку образца при высокой температуре, прямо не вынимая даже из пучка инфракрасной радиации, это иногда было удобно, например, вот здесь получены спектры гидроксильных групп. Вообще, на заре, в киреневские времена, предположение о том, что поверхность покрыта гидроксильными группами, это было только предположение. А вот и первые работы, вот то, что я показывал там в качестве вступительного слайда, там был как раз спектр обмущенных водородной связью гидроксильных групп. И поначалу полагалось, что вообще, ну это просто группа как группы, они все должны быть более или менее одинаковые, но почему-то на поверхности металлов, вот здесь оксицинка, например, здесь по крайней мере присутствует не менее двух разных гидроксильных групп, вот тут две полосы, которые при нагревании не исчезают, в отличие от водородно связанных гидроксильных групп. И надо было это как-то объяснить. И вот в те годы очень популярна была модель PERI, который наблюдал спектр вот гидроксильных групп оксида алюминия, где можно было насчитать от трех до, может быть, пяти или даже до девяти полос, как некоторые видели. И объяснение было предложено вот такое, как здесь нарисовано, что образующиеся гидроксильные группы после ухода окружающих гидроксилов оказываются в контакте с разным числом ионов кислорода. И в зависимости от этого имеют разную частоту. Но эта модель оказалась совершенно неприменима к другим оксидам и даже для других граней оксида алюминия она не срабатывала. И вот с Вадимом Николаевичем Филимоновым мы долго искали объяснения, пока наконец не возникла модель, которая вот здесь изображена. Что гидроксил в первую очередь, его частота зависит от того, с каким количеством атомов металла связан кислород гидроксильной группы. Меня долго спрашивали, как это двухаленный кислород может образовывать несколько связей. Ну связи здесь можно рассматривать как координационные, так что это совсем не беда. И в результате удалось объяснить, вот внизу показано, как насыщается поверхность фрагментами воды и получаются одновременно гидроксилы разных типов. Вот очень частые случаи, когда получается, вот первый тип это то, что с одним атомом металла связано или с тремя, если кислород в решетке кристалла 4-х координирован. И вот в зависимости от координации кислорода в решетке можно было классифицировать сами оксиды, вот тут они показаны, и соответственно приписать этим полосам, соотнести их с различными типами гидроксильных групп. Ну когда это было сделано, потом оказалось, что не так важно, находятся они на поверхности или в структуре, скажем, гидроксида, там вот гидроксид магния, например, у него частоты оказались там же, где надо, если учитывать, какой тип. Если в структуре, например, брусита, это магния аж дважды, там, например, преобладает третий тип гидроксильных групп, то на поверхности это либо первый, либо пятый, и тогда получается, что вот он лежит, этот самый третий тип, скажем, магния, он оказывается посерединке между полосами поверхностных гидроксилов. То есть мы научились их соотносить, и вот если выделить один только тип гидроксильных групп, то можно посмотреть, как зависит его частота от того, с каким элементом связано. И вот тут получились интересные данные. Получилось, что частота описывает кривую с максимумом. То есть если вот двигаться по одной строчке таблицы Менделеева, сначала частота повышается, при алюминии достигается максимум, потом все идет вниз. Ну, казалось бы, так интересно для NH2 групп на поверхности или в объеме, тоже неважно. Оказалось, похожая зависимость, только максимум смещенный. Вот. И потом мы вернулись к этой идее, когда занялись водородной связью на поверхности. Оказалось, что вот если обычная водородная связь, то, что здесь вот мы наблюдаем, это мощное смещение полосы изолированных гидроксилов, но на СИУ-2 там всего одна полоса, как это следует из рассмотрения кристаллической структуры, так и должно быть. Вот. Она, вместо нее появляется широкая полоса гидроксила, смещенная в низкочастотную область. От температуры тут видно, как она зависит. То вот для многих, вот здесь адсорбция аммиака на поверхности СИУ-2, то на многих других веществах, ну вот даже если взять там калий, натрий, щелочи, там пишут о водородной связи, а частоты совсем другие. Там везде высокие частоты, и более того, даже когда мы переходим к самым наиболее щелочным, там в рубиде какой-нибудь, то частота ниже всего. И вот публиковали, где вот здесь написано, такая водородная связь, нестандартная, она называется вот неправильная водородная связь с глубым сдвигом. Вот. Этот эффект нас заинтересовал, и если мы посмотрим на эту зависимость, то можно попытаться найти объяснение, исходя из эффекта Штарка. Ну вот если так примитивную картинку нарисовать, то диполер должен растягиваться, и, соответственно, может меняться частота гидроксильной группы или любого другого объекта, любого двухатомного образования, будь то на поверхности или в газе. Вообще я должен сказать, что поверхность представляет собой уникальную совершенно систему, где напряженность электростатического поля, я вчера попробовал прикинуть для сравнения, получается, что если, например, слюда, она выдерживает, по-моему, там получается цифра порядка 100 киловольт на миллиметр, очень много на самом деле, то на поверхности напряженность полей оказывается на два порядка примерно выше. То есть это недостижимо, и попробовать сделать такой эксперимент очень тяжело. Оказывается, то, что происходит на поверхности, является очень удобной модельной системой, и мы можем посмотреть, как воздействует в поле вот этого катиона, например, на частоту, пусть вот этот двухатомный объект – это гидроксильная группа. На самом деле это применимо и к СО, и к азоту, к чему угодно. Получается так, что электроны тянутся в сторону катиона, а соответственно ядра отталкиваются при этом, и как изменится частота, заранее неясно. Но если мы двигаемся по этой зависимости слева направо, там внизу хи – это электроотрицательность, которая позволяет свести это все для разных периодов таблицы Менделеева в одну зависимость, то получается, что меняя заряд катиона, усиливая поле, мы перемещаемся слева направо. Но то же самое происходит, если мы поднесем со стороны протона, если мы поднесем молекулу с непределенной парой электронов, и вот тогда направление поля такое же, и мы тоже движемся слева направо. Это позволяет объяснить водородную связь как движение тоже по этой зависимости слева направо, и если мы находимся в начале этого пути, частота будет повышаться, а потом после преодоления максимума она пойдет вниз. Вот если частота исходного гидроксила не так давно она была определена… Ну, сейчас, правда, это уже, скажем, и не так уже и недавно, почему-то у меня перестало переключаться. Ну вот, хорошо. Вот в частотах гидроксильной группы, она, значит, исходно, это измерение в молекулярных пучках, она достигает вот 3556. То есть это, если на той зависимости брать, то это существенно ниже, чем все то, что было нарисовано. И вот это интересно сравнить с расчетом Хермансон в Швеции. Там была, определялась частота разных объектов, находящихся в электростатическом поле вдоль линии связи. И вот вы можете видеть, что для некоторых молекул, например, второформ, это вот для нас это очень такая показательная молекула, которая имеет максимум, ну, скажем, правее. То есть, если мы прилагаем вот такое же поле, как для гидроксила, то сначала частота должна повыситься. И вот тут забавно видеть, что вот тут есть молекулы воды, среди прочих. Молекулы воды – это, по сути дела, в OH-группе, OH с минусом, которые присоединили протон. Так вот, исходная частота, она здесь ниже, чем в сам весь этот график. И получается, что присоединение протона, значит, как бы перегнало эту самую точку в... Ну, вот с анкроординат здесь. Уже для воды получается обычная водородная связь. А если OH с минусом, скажем, связывается с другими катионами, ну, например, кальций, магний, то, что у нас было на зависимости, естественно, его частота еще не дотянула до максимума. То есть мы при этом научились объяснять, как воздействует электростатическое поле на молекулы. И вот я сказал про фтораформ. Его удобно использовать для того, чтобы тестировать свойства поверхности. Обычно тестируют либо гидроксильные группы, либо люисовую кислотность. А вот основные свойства, то есть отрицательный заряд на атомах кислорода, поверхности оксидов. Его очень трудно найти молекулу, которая при этом не разваливалась бы и реагировала бы смещением частоты на поле поверхностного аниона. И вот здесь очень своеобразные спектры были получены. Если приглядеться, то вот сначала напуск первых молекул, низкое покрытие. Вот опять у меня мышка не хочет показаться из норки. Самый левый график, 3052 сантиметра, это выше, чем частота в газовой фазе. То есть при ассорбции сначала на поверхности циолита его частота получается выше. По мере откачки следующий график показывает, как при этом ведет себя полоса дефонационных колебаний. Она ослабевает, то есть мы убираем часть молекул, а прочность связи возрастает, полоса смещается налево. А вот то, что наблюдается с фтероформом в области валентных колебаний, там как раз уход молекул сопровождается ростом интенсивности. Потом достигается максимум, наконец идет вниз. И если все это обобщить, то мы получаем зависимость, которая нарисована справа. В зависимости, где по частоте дефонационных колебаний мы судим о силе водородной связи. И мы видим, что одновременно с изменением частоты антибатно меняется интенсивность в полосе гидроксильной группы. Точнее говоря, поглощательная способность в спектре валентных колебаний, что как раз характерно для водородной связи. Интересно, что похожая зависимость получается для чего угодно. Например, я уже говорил, что и азот, и СО, они вполне могут точно так же себя проявлять. Вот слева результаты расчета. И там видно, как меняется частота гидроксильной группы, не гидроксильная группа, а молекулы СО, извините, в электростатическом поле. Вот эта кривая с максимумом никогда не получается никак, чтобы был виден курсорчик. И одновременно, согласно расчету, должна падать поглощательная способность. Это вот такая парабола с рогами вверх. Можно было подумать, что это случайно, но на самом деле повышение частоты, это закономерно с этим связано. Вот если мне удастся, там, где границы проходят между О и С, связанными, мы находимся на склоне, где в зависимости частоты от напряженности поля. Но если электромагнитная волна, это означает, что это поле осциллирует, то молекула ТО находится в более высоком поле, частота ее должна повыситься, значит, молекула должна сократиться. И если мы находимся на склоне, это означает, что такая молекула будет поглощать, естественно, инфракрасную радиацию. А если мы дойдем до максимума на этом аспектре, то получается, что на длине связи, ну, стало быть, и в поле сказываться не должно, и, значит, поглощаться энергии не будет. То есть этот минимум должен находиться примерно под максимумом. Здесь вот слева есть участок, который сразу так не просматривается, но если строить зависимость, вот это справа экспериментальная сейчас зависимость поглощательной способности молекул, адсорбированных, вот в соответствии с теорией повышение частоты дает ослабление поглощательной способности, а вот точки, которые слева, это молекулы, которые адсорбированы вертормашками, они связаны с катионом через кислород. Такое, оказывается, бывает, я сейчас об этом расскажу, но тут вот были трудности в измерении, и можно было, пользуясь тем, что есть связь между, скажем, заселением таких вот состояний побольцев, но можно было прикинуть, сколько таких молекул может находиться. Оказалось, что расчет показал, что у них действительно коэффициент экстинции возрастает неимоверно. Ну вот, что касается того, как молекулы связаны, оказывается, такую интенсивность можно получать, если измерять, опять-таки, интенсивность полос адсорбированных молекул. В геометрии, оказывается, здесь играет немаленькую роль. Вот в какой-то момент мы обнаружили, работая с толстыми образцами, совсем другой целью, обнаружили, что в спектре наблюдаются, вот там видны две, которые мне не показать, полоски, слабые полоски, при частотах, которые оказались равны сумме частот колебаний в молекулах плюс частота гидроксидной группы, на которой молекула сидит. То есть это оказались полосы одновременных колебательных переходов. То есть вот молекула адсорбируется на гидроксидной группе и почему-то начинает поглощать, вот один квант поглощает и раскачивает сразу и группу OH, и адсорбированную молекулу. Теория таких одновременных переходов, она развита. Вот внизу написана страшная формула, которая не так страшна, как кажется на самом деле, но можно рассчитать интенсивность таких переходов, учитывая, что диполь состоит из исцелирующего электростатическое поле, но и электрическое поле, а молекула колеблется, и при этом меняется ее поляризуемость. И у нас получается, что вот этот наведенный диполь в совокупности, он это произведение двухсинусоид, которое преобразуется, значит, в сумму и разность частот, как в комбинационном рассеянии, такое классическое объяснение комбинационного рассеяния. И суммарную частоту мы, соответственно, можем наблюдать, и тем более она интенсивна, чем больше поляризуемость молекулы. А поляризуемость зависит от ориентации, может быть параллельная поляризуемость, если комплекс линейный. Либо, например, так, если азот, например, садится вдоль, образуя линейный комплекс УАШ, то у нас получается совпадение, которое там обведено сейчас зелеными рамочками. Если же у нас оказывается, что интенсивность, несмотря на то, что когда сорвировали кислород, мы там ничего просто не увидели, то есть интенсивность, по крайней мере, на порядок меньше, чем для азота. Это может произойти, если ориентация другая. То есть кислород, можно было сделать вывод, что кислород ориентируется перпендикулярно или похоже. Но что касается СО, то вот, как я сказал, здесь получается то же самое, что с азотом, но эта информация никак не может быть использована для того, чтобы определить, как она связана углеродом или кислородом. И вот тут мне всегда казалось, что и расчеты показывали, что она, конечно, садится углеродом. И казалось бы, с какой радости Диполь будет, извините, положительным концом взаимодействовать с Катионом. Вот мне это казалось противоестественным, но Карл Сатер-Ариан как-то на конференции, где я с ним познакомился, он увидел стоящую на перевернутой урне низкотемпературную кювету, которую я приволок, еще в самолете можно было ее возить, и сказал, Алексей, если ты приедешься только ко мне, то мы сделаем очень интересную работу. А я тогда во Франции был, я, значит, собрал чемодан, и когда там были очередные каникулы, я прикатил к нему, и тогда только он мне открыл секрет, что он хочет найти. И вот оказалось, что у тех, у кого кювета не дает такую низкую температуру, почему-то полоса поглощения, которую я всегда считал принадлежащей С13О молекуле, ну, естественная примесь, там около 1%. А если температуру поднять, вот если температура не такая, не азотная, чуть повыше, то видно, что эта полоса оказывается больше интенсивности. И вот если проследить зависимость, вот в этом цель состояла, зависимость от температуры, зависимость от обратной температуры, отношение интенсивности вот этих двух полос, это то, что называется график Вангофа, то мы можем получить значение энергии переворота или энтальпии, точнее говоря. Ну, и вот, в частности, тут для водородно связанного СО, она оказалась достаточно маленькой, но хорошо измеряемой. Вот, нечто подобное наблюдалось в первых же опытах на циоритах натрия содержащих и других, там целую, ну, серию статей мы на эту тему опубликовали, измерили, вот, я вдохновился, я решил, что теперь мы везде будем находить эту кислородно связанную молекулу СО, это очень важно для катализа, потому что у него углерод двухвалентный, по сути дела, торчит наружу и энергия повышенная, можно думать, что это некая такая активация для катализа, но не тут-то было. Оказывается, что это наблюдается хорошо для Y-циолитов, для ZSM5, а вот на их циолитах, где высокая концентрация катионов, или на оксидах металла, мы очень надеялись найти, ничего подобного не наблюдается. Ну вот на некоторых на циолите кальциевом было видно, что вот эта полоска справа там вот она, мне опять не показать, но она вот 2094 и так далее. Вот здесь даже видно, как основная полоса СО, она там показана в двух разных масштабах, видно, что она сначала растет в одном месте, потом в другом, это означает, что там происходит отсорция двух молекул, такой дикарбонил образуется. И вот можно было смотреть за отношением интенсивности, и когда пока одна молекула сидит, и когда сидят две молекулы, и в результате возникла вот такая энергетическая схема. Молекула адсорбируется, у нее, значит, энергия отсорции получается 47 кГц на моль, если садится вторая, там чуть-чуть меньше, а если одна из них переворачивается, то, соответственно, 8 или 11 случаев, если молекула одна. Почему нас это заинтересовало? С начала я подумал, что вообще эта система с двумя устойчивыми состояниями получается, и такая система могла бы быть использована для записи информации. Простая оценка показывает, что если на поверхность наносить такие катиончики на расстояние порядка 10 ангстрем, и на каждой молекуле можно записывать единицу информации, то мы продвинемся по сравнению с лазерной записью или с магнитной, ну, так скромно говоря, на 6 порядков. Вот, ну, за это стоит бороться, конечно. Вот, и нам стало интересно. Но, оказывается, такая вещь бывает, и вот на оксидах не бывает, но на гидроксидных группах это может наблюдаться, вот я с них начал, и тут получается поменьше энергии. Но все-таки, как такое возможно, почему диполь садится, скажем, шиворот-навыворот? Оказывается, молекула СО, это штука похитрее, это даже не диполь, а по сути дела, это квадруполь, линейный квадруполь. Ну, когда нам рассказывали про квадруполь, что такое квадруполь, то рисовали квадратик, оказывается, вот два диполя, глядящие в разные стороны, они являются собой линейный квадруполь, и положительный заряд, при этом, что у азота, что у СО, находится посредине, а отрицательный заряд сосредоточен на концах. И вот эти вот два сильных диполя, на самом деле, они оба могут взаимодействовать с катионом поверхности, и каждый раз молекула тогда связывается довольно прочно. И получается вот такая вот картинка. Ну, первую такую картинку можно получить даже без диполя за счет поляризации. У молекулы СО, получается, дипольный момент достаточно маленький, вот, и как только она поляризуется в поле катиона, оказывается, что она, как я сказал, поляризуюсь очень сильно зависит от ориентации, получается, что поляризуемость вдоль достаточно большая, поэтому связь вот кислородом, скажем, с металлом оказывается выгодной, а конфигурация поперек, вот, когда сайд-он адсорбция происходит, она невыгодна, и получается барьер. Но если включается дипольный, квадрупольный момент, то ямы углубляются, а барьер, наоборот, возрастает. И вот попытка оценить величину энергии переворота, она здесь вот представлена. Мы из электростатических соображений попробовали посчитать, и оказалось, но вот тут мне жалко, что меня не показать, видно, что, скажем, если катион цезия, строчка нижняя, не считая двух последних, энергия отсорции углеродом получается где-то 15 килоджоллей на моль, но взаимодействие с кислородом молекулы, если она садится боком, то ей выгодно связываться с кислородом, то при определенном заряде на кислороде получается такая же 16, вот тут и 7, чуть-чуть даже выше, чем взаимодействие с цезием. И вот именно на цезиевом циолите там прекрасно было видно, что это перевернутая форма вовсе не наблюдается. То есть получается так, что на оксидах и на их циолитах это невозможно из-за того, что рядом находятся отрицательно заряженные ионы кислорода. И для того, чтобы переворот был возможен, надо, чтобы либо заряд был, вот этих окружающих анеонов был меньше, либо размер их стал бы большой. И вот самый предельный случай это когда заряд, скажем, мы можем уменьшить, взяв вместо кислорода галоген, а размер анеонов это можно менять, скажем, переходя, например, к циолиту, где отрицательный заряд вообще размазан по решетке. Поэтому именно на циолитах при небольшой концентрации катионов можно наблюдать этот эффект. Если мы правильно это понимаем, то мы можем сами предсказать, где искать такую вещь. Например, в галогенидах за счет меньшего заряда на натрий хлорий стали искать, напылили пленки. Это вот Роман Белых и Маша Маевская в свое время делали эту работу и получили спектр, который здесь слева и там хорошо видно, что вот посрединке в зазоре между мощной полосой царбированного ЦО и изотопа видна полоска, которая ведет себя точно так же. Сверху вниз температура меняется и при возрастании температуры интенсивность полосы вот этой перевернутой ЦО она растет. И такие же результаты вот внизу 2121 обратный сантиметр полоска это на глинистом минерале, то есть это синяя глина, которая у нас под ногами кстати в Питере, она состоит из бентонита или мантмориланита, в общем глинистые минералы, где отрицательный заряд сосредоточен в слоях, а между ними сидят катионы. Ну и ситуация напоминающая циолиты. Ну вот это означает, если мы правильно понимаем, что мы можем двигаться по идее дальше, осталось только научиться получать информацию, поснимать спектр отдельных молекул. Такая техника в настоящее время существует, и вот сканирующая туннельная микроскопия оказывается позволяет не только видеть расположение молекул на поверхности, но и снимать их спектр, если снимать вольтамперную характеристику, тогда вторая производная от вольтамперной характеристики дает просто поливательные частоты. И вот профессор Уилсон Хо из Южной Калифорнии, он, например, получил вот эти данные, они у него опубликованы справа, это картинки, где сидят две молекулы ацетилена, один дедетерированный, а второй обычный. На картинке они не различаются, а спектры у них совершенно разные, вот полученные с помощью такой техники спектры, они показаны слева, видно, что можно таким способом измерять частоту, и вот если то, что мы делаем совместить с этой техникой, можно было надеяться различать молекулы обычные, С связанные и О связанные, но не тут-то было, оказывается, что вот я побывал в этой лаборатории, мы обсуждали эту проблему с профессором Хо, оказалось, что кое-что видно хорошо, а вот именно колебания молекул ЦУ или иона ЦН, они почему-то в этих спектрах, чувствительность, конечно, должна быть очень высокая, температура крайне низкая, ниже 4 Кельвин при гелевых температурах только это можно снимать, оказывается, это наблюдать практически невозможно, то есть там мало того, что надо получить соответствующую подложку, а то, что они делают это на поверхности металла, короче говоря, тут еще длинный путь оказался, но пандемия нас вот подрезала, это сотрудничество у нас на этом остановилось. Еще вещь, которая при этом оказалась важной, это взаимодействие между молекулами на поверхности, но в числе прочих таких, я бы сказал, заблуждений или примитивных представлений начала вот этих исследований в Стеренинских времен считалось, что вот есть какие-то центры на поверхности, можно смерить их количество, определить их силу и больше ничего не надо, а то, что они могут меняться за счет взаимодействия между молекулами, это не принималось во внимание, даже когда измеряют удельную поверхность методом БЭТ, просто предполагают, что такими взаимодействиями можно пренебречь, вот тем не менее та модель работает, но вот уже первые спектры, полученные Лариса Денисенко когда-то еще при жизни Вадима Николаевича Филимонова показали, что когда мы ассорбируем совсем чуть-чуть молекул, вот слева слабая полоска, это первые молекулы, о, мышка появилась, вот тут вот, первые молекулы ассорбируются, дают полосу, которая потом исчезает и по мере заполнения каждый раз появляются новые полоса, которые потом исчезают, это значит, если молекула села на поверхность, а сверху добавились до серии другие, они влияют на спектр ранее севших молекул, ну вот это вот то, что есть ватеральное взаимодействие, энергия такого взаимодействия, она может быть измерена спектрально, оказывается, что, ну вот тут энтальпия вот в ассорбции именно в этой форме, оказывается, что она падает почти на нуля, когда достигается еще, даже не достигается еще монослойное покрытие, то есть половина поверхности покрыта, а на второй половине катионов ассорбция просто не идет из-за сильного отталкивательного взаимодействия. Чтобы понять, как это происходит, каков механизм этого взаимодействия, ну применили, это, кстати говоря, по следам работ Роберта Айшенса, применили метод изотопного разбавления. Если ассорбировать небольшое количество молекул на поверхности сначала, а потом добавлять другой изотоп, то вот сначала у нас садится обычная молекула, это вот тоже там полоска слева, а потом добавляем изотоп С13, и эта полоса смещается отнюдь не туда, куда она смещается, если мы просто большое покрытие обычными молекулами. И вот эта разница в 6 обратных сантиметров, это есть то самое взаимодействие, которое Айшенс на металле на плате не наблюдал, а здесь гораздо более сильным взаимодействием является вот этот сдвиг, который является собой, скажем, смещение частоты, вот статический сдвиг мы его назвали, вот сверху написано, это смещение частоты под действием другого изотопа, то есть в этом случае отсутствует резонансное взаимодействие, или очень слабо, вот, а это статический сдвиг, а динамический, это то, что добавляется, вот красненьким здесь обозначено за счет резонанса молекул. Фактически здесь происходит расщепление, там получается, значит, в ансамбле молекул получается несколько колебаний, но вся интенсивность перекачивается в колебания, когда весь ансамбль колеблется хором. Вот, и чтобы понять вообще, как происходит это взаимодействие, попробовали рассчитать. Оказалось, что вот еще из теории Айшенса следует, что динамический сдвиг может быть посчитан с учетом вот этих величин, которые там есть, это колебательная поляризуемость и вот так называемая решеточная сумма, вот, ну и частота ацербированной молекулы. Статическое взаимодействие рассчитывать, вообще говоря, можно по-разному, но нам удобнее всего было использовать эффект Штарка. Ну вот, ионная модель хорошо работает, но самое приятное, что сюда входит та же самая решеточная сумма, это поле окружающих диполий. Если даже учесть изменение поляризуемости молекулы или дипольного момента ее за счет ее поляризуемости в поле поверхности, мы можем посчитать отношения статического и динамического сдвига. Если вообще попробовать посчитать по этим формам, оказывается, что и тот, и другой сдвиги существенно выше, чем они должны быть, если роль поверхности состоит только в том, чтобы как-то зафиксировать молекулы и расположить их вот перпендикулярно в поверхности. Но получается, что твердое тело, оно усиливает оба этих взаимодействия, причем усиливает оно статический эффект несколько сильнее. Вот если посчитать это для свободных молекул, получается, в пространстве, то это отношение двух сдвигов должно быть, как вы видите, 0,23, а в реальности получается на порядок больше. То есть получается так, что статический эффект, он усиливается поверхностью существенно сильнее. Ну, вот совокупность данных наших и итальянских авторов показывает, что действительно, если вычисленное и экспериментальное значение, они примерно в пять раз отличаются. И за счет чего это может быть? Казалось бы, и там, и там это взаимодействие диполи. Значит, их взаимодействие усилено твердым телом, которое при этом поляризуется каким-то образом. И почему-то для двух типов взаимодействия эта поляризуемость разная. Но тут стоит вспомнить, что частота, вообще на которой осуществляются эти взаимодействия, она разная. Статическая это на нулевой частоте, просто вот постоянное электростатическое поле, а динамическая это на частоте колебания молекулы. Так вот, поляризуемость твердого тела, ионного твердого тела, она на нулевой частоте выше за счет так называемой ионной поляризуемости. То есть смещение ионов поверхности под действием ассорбированных молекул. Происходит вот такая вот штука. Молекулы вытаскивают катионы из-под себя, а ближайшие катионы, соседние, оказываются слегка утопленными. И таким образом вот это усиление статического взаимодействия по сравнению с динамическим, оно объясняется эффектом релаксации поверхности индуцированной ассорбцией. Ну, этот вывод был сделан достаточно давно. Он был потом подтвержден расчетами, показавшими, что действительно под действием ассорбции СО атомы смещаются на величины порядка 0,1-0,2 экстрема для поверхности ЦИНКО в частности. Но вот на картинке, которую я вначале показывал по взаимодействию, видно, что там есть некая структура, которую, оказывается, можно моделировать. Вот был предложен вариант такой Мандекаровой модели, когда на поверхность набрасываются молекулы, и частота их меняется в поле окружающих дипольных молекул. Ну, вот простейшая модель получается, если они заполняли бы всю поверхность, тогда частота бы полоса поглощения представляла бы собой три максимума. На самом деле такого не происходит по вышеуказанным причинам, что тут релаксация поверхности этого не дает. А если ассорбция проходит на следующих, на более далеких атомах, то возникает вот такая вот структурка, которая может быть смоделирована, и она очень напоминает экспериментально наблюдаемую справа структуру. Правда, это не ЦИО, но неважно. Можно заметить, что при промежуточных заполнениях получается более широкая полоса с отдельными максимумами. И разница только состоит в том, что то, что слева у нас наблюдается, кроме всего прочего, плавный сдвиг. Справа частоты стоят как бы на месте, а слева вся картинка ползет слева направо. За счет чего? За счет более далекого окружения, потому что мы смоделировали вот это усиление взаимодействия совсем не тем эффектом. Мы смоделировали, усиливая, увеличивая дипольный момент, эффективный молекул, чтобы эффект был посильнее. А на самом деле тут все сводится к вот этой релаксации поверхности. Поэтому это вполне ожидаемо. Но вот некоторые факты при этом остаются совершенно необъясненными, почему при больших заполнениях у нас, я вот не сказал, когда показывал первый спектр, мы попробовали измерить полуширину линии поглощения, когда поверхность заполняется. Оказывается, что вот это вот при самых максимальных заполнениях поверхности у нас просто не хватает разрешающей способности прибора, она меньше, чем один обратный сантиметр. Вот Джордж Юинг в Штатах, он исследовал похожим образом изотопные опыты, делал с молекулой ЦИО на поверхности натрий-хлора, и оказалось, что там полуширина ее около 1,1 обратного сантиметра. Ну, по-моему, где-то 0,15-0,16 у него рекордное значение было, что его тоже очень удивляло. Это никак не объяснить вот отсорбции на, вообще говоря, неоднородной поверхности. И тут надо было как-то развить теорию динамического взаимодействия. И Владимир Ермошин с Андреем Казанским, они в свое время предложили такой метод расчета динамического эффекта в таких неорганизованных, что ли, системах, когда выбирается, скажем, какой-то кластер, на нем сколько-то молекул, и молекулы в поле электромагнитной волны, они поляризуются. Стало быть, это поле меняется, и вот этот эффект можно по кругу, проходя несколько раз, можно посчитать, в конце концов, как поляризуемость всего кластера зависит от частоты. И мнимая часть поляризуемости тогда соответствует поглощению. Вот самая нижняя формула, на которую только на самом деле стоит смотреть. Вот, и если посчитать таким образом, то оказывается, что структурка, которая может наблюдаться в результате неоднородности поверхности или статического взаимодействия, она при включении вот этого эффекта динамического взаимодействия, она смазывается, и все сосредотачивается в одну узкую полосу, полуширина которой определяется на самом деле временем жизни колебательного состояния на поверхности. Получается интересный парадокс, колебания получается обобществленные, а полоса имеют ширину, характерную вообще для времени жизни одной молекулы. А если примесные изотопы наблюдаем, тогда наоборот мы видим в распределении как-то центров вот этих, в зависимости от силы самих центров и от взаимодействия окружающих молекул, получается, что это вот наблюдается тогда картинка, характеризующая всю поверхность. Короче говоря, таким способом можно было разобраться в том, что наблюдается в случае отталкивательного взаимодействия молекул, когда эффект релаксации мешает им садиться рядом. А если мы сажаем разные молекулы, то тут вот то, что интересует каталитиков, это взаимодействие молекул, как сказать, притягательное. Когда вот если мы посадим, например, на СИУ-2, было легко это смоделировать, сажаем мы простую молекулу, это диметилперидин, так же как аммиак, она садится, образует водородную связь, но вдруг, если мы добавляем молекулу, это сильное основание, молекулы, которые образуют прочную водородную связь, а СИУ-2 такую связь не образует, а царбируется очень слабо на такой вот кислой поверхности, как СИУ-2. А оказывается, если посадить одно после другого, то спектр коренным образом меняется. И оказывается, что у нас вот диметилперидин, который первоначально адсорбировался, образуя водородную связь, он протонируется. Вот те зелененькие полосы посредине, это типичное поглощение, вот это вот, это протонированная молекула диметилперидина. То есть получается так, что добавление газа, который, вообще говоря, сам никак прочно не адсорбируется, способствует появлению на поверхности, проявлению того, что называют бренстедовской кислотностью. Это кислотность, которая отвечает за каталитические реакции, и тем самым мы объяснили, почему, например, добавление в газовую смесь таких молекул, как СО2, которые в реакции не участвуют, они являются как бы промоутером этой реакции. Они способствуют протеканию реакции, а именно они усиливают кислотность имеющихся на поверхности центров, которые просто так бы не работали бы. Но тут следует заметить, что еще одновременно молекула СО2 сама сильно взаимодействует с кислородом поверхности и гидроксильной группой в данном случае. И тем самым мы можем говорить о том, что у нас одновременно с наведенной кислотностью появляется повышенная основанность в случае адсорбции вот такого основания, как 9-л-перидин. Я тут рассказывал как раз, что второформ позволяет оценивать эту основанность поверхности. И вот эти данные, которые здесь показаны, и объясняют тоже многие интересные явления, показывают, что вот если без адсорбции аммиака посмотреть, как адсорбируется второформ на поверхности, получается повышение частоты, ну вот такая вот как раз типичная водородная связь с голубым сдвигом, то после адсорбции аммиака эта полоса уменьшается и наблюдается новая полоска, вот эта вот, свидетельствует о очень высокой основанности поверхности, частота уже сильно ниже, чем в газовой фазе для самого второформа. То есть происходит взаимное усиление. Основание увеличивает основность поверхности, а адсорбция кислотных молекул увеличивает протонодонорную способность, как говорят физики, поверхностных групп. Ну, я не буду останавливаться на том, что это позволяет объяснить, там действительно любопытные вещи. Но каталитиков интересует еще лювисовая кислотность, да и нас самих интересует, почему на кальциевом циолите, например, мы видим столь высокую частоту адсорбированного СО, чего на кальциевом исходном совершенно не наблюдается. И вот работа была проделана Ксенией Ворониной когда-то, 10 лет назад, даже больше. Вот, когда смотрели последние полосы, самые сильные центры искали на поверхности кальциевого, там ничего не нашли. Вот 2157, это чуть выше, чем в газовой фазе. Вот опять у меня что-то не показывается курсор, но, может быть, заставлю. Вот, но видно, как вот мы идем по очереди, адсорбируем СО2, получается на поверхности как бы слой карбоната, частота повышается. И постепенно СО2, СО3, хлор с минусом, и мы доходим почти до частоты кальциевого циолита, когда молекула адсорбируется на кальции, который, ну, почти в пустом пространстве. То есть, получаются такие немножко данные слегка шокирующие. Например, оказывается, что если в циолите есть там натрий, то он является собой кислотные центры. Натрий, вот, как бы воплощение основности, вот, тем не менее, он имеет какую-то кислотность. Вот, суперкислотность наблюдается при, скажем, воздействие СО3 или другим способом нанесенных СО4 в анионов на поверхности достаточно кислотных оксидов и так далее. И вообще, почему соли оказываются более кислотными, чем оксиды, это мне было поначалу непонятно. А на самом деле все объясняется тем, что когда кислород превращается в ось с двумя минусами, превращается в больший по размерам анион в тип СО4 с двумя минусами, то его, как бы, хранирующая способность меняется, и свойства того же кальция становятся другими. Это недавно было подтверждено в расчетах Ярослава Шергина, нашего агнистранта, и вот сейчас готовится статья вместе с Аидой Вудоковой и Ириной Валерьевной Крауклис, которая способствовала вот этим расчетам. Вообще, пандемия, надо сказать, что она сильно продвинула нас в сторону расчетных работ, когда экспериментировать было нельзя. Ну вот это касалось статического взаимодействия. Если говорить о динамическом взаимодействии, вот тут вот интересный пример, когда это динамическое взаимодействие жутко сильное. На самом деле вот здесь видна полоска, когда первая молекула адсорбируется, в отличие от ЦИНКО, адсорбция самых первых молекул, это вот там сейчас с желтеньким можно увидеть, наверное, чуть-чуть, не хочет у меня показывать. Ну, короче говоря, вот это расщепление, оно по мере повышения покрытия поверхности, частота, которая сначала была близка к газовой, она, значит, характерна для газовой фазы, а вместо нее при больших покрытиях наблюдается вот две такие, происходит расщепление этой полосы на два компонента, широко разнесенные, примерно, на 70 обратных сантиметров. Это было смоделировано Аней Добротворской. Вот внизу нарисованы эти модельные системы, и расчет показал, что спектр должен быть именно таким. Вот, причем здесь я бы сказал так, что вот это вот взаимодействие, оно на самом деле характеризует скорость обмена энергии колебательного возбуждения между молекулами. Почему нам это интересно? Потому что следующей задачей у нас являлось изучение попытки, скажем, воздействовать резонансным лазерным излучением на определенные изотопы поверхности, и вот при этом либо пытаться диссорбировать или заставить их прореагировать, либо пытаться записывать там информацию, переворачивать молекулы и так далее. Вот очень любопытные данные, связанные с динамическим взаимодействием, были получены Ромой Белых во Франции. Вот здесь видно, как адсорбированный ЦО на никелеум циолите, связанный с адоволентом никелем, меняет свой спектр. Вот чуть-чуть левее наверху, опять я не могу показать, но вот наблюдается спектр, где три полосы принадлежат… Так, репнула мышка. Три полосы принадлежат три карбонилу, когда три, одновременно три ЦО молекулы сидят на… Вот, 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 вот. Значит, одна из них – это вот эта полоса, и вот эти рожки принадлежат три карбонилу. Потом, после откачки, удаления вот этих три карбонилов, вырастают новые полосы, две полосы, вот, 2,97 и 41 – это вот полосы дикарбонила. И, наконец, после их ухода наблюдается одна полоса – это монокарбонил. Вот, так вот, когда вдруг попробовали адсорбировать изотопную смесь, оказалось, что вот с монокарбонилами, с три карбонилами – все бы ничего. Ну, если одинаковый изотоп, то спектры дикарбонилов, они тоже ничего странного не несут к себе. Но если у нас смешанного изотопного состава дикарбонил, то вот то, что здесь видно, вот видно, как два дублета – здесь вот дублетик, и там дублетик. Они принадлежат, как раз, дикарбонилу смешанного изотопного состава. Мы поначалу отнесли это к молекулам, одна из которых перевернутая, такое объяснение возникло, ну или альтернативно, чем-то они все-таки отличаются. То есть если поменять их местами, 12-й и 13-й изотопы, то получается другой спектр. На самом деле это очень заманчиво с точки зрения записи информации или воздействия лазерным излучением, если эти две структуры имеют одинаковую энергию практически, и нет надобности, скажем, загонять молекулы из нижневежащего состояния наверх, что оказалось затруднительным. Мы пытались сделать такие опыты, но, правда, с этой системой таких опытов еще не делалось. Но если вот такое переключение из одной системы в другую можно реализовать, то это было бы неплохим, скажем, неплохой средой для записи информации. Теперь, значит, если проверить это, вот эта работа была сделана Денисом Барановым, он рассчитывал в структуре циолита, как две молекулы могут взаимодействовать, ну при определенном положении никеля, наиболее правдоподобные случаи, как они взаимодействуют с катионом никеля. И воспроизвел, вот экспериментальный спектр, это левая колонка, вот, если посмотреть, вот 12-13 и 13-12, вот тут, например, в 2060 и 2029 в одном случае, а в другом случае, значит, в 65 и 24. Вот это эти экспериментально наблюдаемые дублеты. И это почти очень неплохо воспроизводится в расчете для вот такой структурки, где они связаны с атомом никеля в структуре циолита. То есть два положения оказываются неэквивалентными, а молекулы, тем не менее, связаны через атом, обе молекулы связаны через атом углерода. То есть вот расчет в данном случае прояснил, здесь несколько экспериментально наблюдаемые данные. Ну, подобных систем, на самом деле, может быть, несколько, этим мы сейчас активно занялись. Ну и, наконец, мне хотелось показать, что получилось из исследования такой экологически важной молекулы, как озон. Вот эта техника низкотемпературная, она позволяет получить спектр адсорбированного озона. И вот когда-то давно вместе с Кирилем Михайловичем Буланином и также вот тут уже Царство Небесное Дмитрий Сергеевичем Быстровым, Анатолий Алексеевич, Алексеев, и так далее. И французские коллеги нам тоже помогали этим заниматься. Были исследованы спектры, например, озона адсорбированного на СИУ-2. Там простая водородная связь. И если атомы кислорода терминальные, они остаются эквивалентными, получается группа из шести полосок. Это нетрудно сообразить. Если молекула адсорбируется более прочно, например, на оксиде церия, то получается, например, в области низкочастотного сильного колебания, получается четыре полосы, которые являются собой, очевидно, плохо разрешенные дублеты. Такое может быть только в том случае, если молекула потеряла свою симметрию. И вот в одном логичном случае наблюдается на СИУ-2, где эта область закрыта, низкочастотная. Она можно видеть только верхнюю полосу с трудом. Тут в трудоме Тимура Аминева, который, кстати говоря, конструировал вот эту низкотемпературную кювету, которую я показывал четырехглазую, был проделан опыт, но не только с Титаном, он много с чем работал, но на Титане удалось увидеть в области составной частоты расщепления на восемь полос. Вот там вот есть, вот тут вот спектр тимусорбированного, слабосвязанный озон, вот тут наверху показан, он ничем из себя не выделяет, а тут получается восемь полос. Одновременно наблюдаются еще полоса одного колебания, и вот из суммы это колебание, НУ-1 складывается с колебанием НУ-3 и дает вот эту комбинацию. А мы попробовали вычитать, что получится, если вычитать из частот вот этих вот частоты в НУ-1. Ну и при правильном понимании, подтвержденным расчетом, потом Тимур посчитал эти комплексы, и результаты расчета, они блестяще подтвердили это отнесение. Получается так, что если мы вычтем эти частоты, мы получим, что в области вот этой ненаблюдаемой действительно лежат четыре тесно расположенных дублета. То есть как ассорбируется озон, нам стало ясно. И сейчас следующая наша мечта, это если светить в определенные полосы, этим занимается сейчас Олег Крисов, вот если светить инфракрасным лазером, такой лазер есть именно на эту область, в определенные полосы озона, в области комбинации, можно надеяться, либо его разложить, именно этот изотоп, либо заставить его реагировать с какими-то молекулами, например, вот с дихлорэтиленом мы пробовали. Реакция сама идет очень слабо, но при азотной температуре, если светить, то мы можем стимулировать эту реакцию. Ну, уже первые результаты сейчас получены, где какая-то надежда засветилась, потому что многие работали в этой области, пытались десорбировать, но, оказывается, взаимодействие между молекулами, почему мы так занимались, этим динамическим взаимодействием, оно приводит к тому, что очень быстро энергия перераспределяется в слои ассорбированных молекул. И чтобы здесь что-то получить полезное, надо, чтобы поглощение, чтобы поглощение этих молекул полосы были достаточно слабы, покрытие не слишком сильным, ну и время жизни должно быть каким-то достаточно. Время жизни можно как раз ограничиваться взаимодействием между молекулами. Это то, что можно, по крайней мере, как-то оценить из наших опытов. Ну вот на таком пути мы сейчас находимся. Работа выполнялась, как вы понимаете, здесь, в нашем институте. Я везде показываю эту картинку. И мало кто знает, кто такой Владимир Фок, потому что этот Хартери Фока известен. И почему-то, когда за рубежом, я упоминаю, говорю, что вот этот институт назван его именем, все думают, а кто это такой? Говорят, немец какой-то, что ли? Ну вот так или иначе. Ну и здесь, на этой красивой картинке, показаны имена, не все, к сожалению, имена тех, чей вклад здесь был внесен в эти результаты, которые я показывал. Те, с кем за рубежом мы взаимодействовали, внизу написано это Франция и Испания в значительной степени. Хотя это не только. Ну и финансовая поддержка в данный момент осуществляется по гранту совместно с Мариной Георгиевной Шрепиной от РФФ и Куба. Спасибо за внимание. Если какие-то есть вопросы, то я в вашем распоряжении. Можно я тогда начну? Алексей Алексеевич, может быть, я упустил? А вы мне скажите, как вы считаете отсорцию молекул на таких поверхностях? Какие вы используете программы, методы? Ну вот в последнее время то, что рассчитывается, вот, скажем, при помощи в лимболеевных ракулис, это метод DFT, функциональной плотности теории. Вообще мы использовали разные методы. Тут даже привлекались, вот, Константин Смирнов, там кое-что посчитал, это молекулярная динамика. То, что Аня Добротворская считала, там у них такая самодельная модель, утитывающая, значит, расчет взаимодействующих молекул с учетом, ну, этих электровактических характеристий, даже не знаю, как это назвать. То есть разные. Но вот в последнее время то, что использовалось для расчета, скажем, взаимодействия озона с поверхностью, о чем я почти ничего не сказал, вот, это метод функциональной плотности. Ну, это все нейролитетические программы, как я понимаю, да? Ну, это Горсиан, это, в общем-то, имеющаяся программа, да. Рассчитывается кластерной модели, тут вообще два типа бывают. Можно считать слои, вот этим занимается Эворестов, как я понимаю, на химфаке. А у нас это вот кластеры моделирующие поверхность и, значит, разные способы присоединения молекул. Там много очень интересных вещей получается. Оказывается, тот же самый ОЗОН может взаимодействовать, скажем, равновероятно, и, скажем, образуя две связи одновременно, такой бидентатный комплекс или монодентатный. Вот, но вот то, что Денис получил в циолите, например, это тоже такой же метод, когда было показано, что вот это изотопное изомерие можно объяснить, скажем, формированием комплекса, именно с учетом, скажем так, строения ячейки циолита. Вот, это все кластерные модели, так или иначе, с объемом в самопробовую систему.